МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Изменится ли ипотека, какие дома запрещено строить для индивидуального проживания и по каким правилам будем регистрировать земельные участки? Об этом не только расскажем в ближайшие минуты. Вы смотрите программу «Новостройка». Я Гульнара Успанова. Здравствуйте. В 2018-й ипотечный рынок России заходит на подъеме. Спрос на жилье растет, и на это влияет несколько факторов. Во-первых, цены за последние 5 лет упали в среднем на 20%. Во-вторых, процентная ставка в уходящем году достигла исторического минимума на вторичку 10,2%, а на новостройку меньше 10%. Прямо пропорционально процентной ставке в течение года росло число выданных кредитов. По предварительным подсчетам, россияне взяли более 1 миллиона ипотек. Впрочем, ожидается, что в 2018-й все эти рекорды сможет побить. Он должен быть еще лучше. Лучше по объемам, лучше по условиям. Сейчас на текущий момент четко установился уже тренд на снижение процентных ставок. И я думаю, что он будет и в 2018 году идти в этом же направлении. Но в то же время ждать падения цен на квартиру уже не приходится. Почему? Да потому что у нас в перспективе очень серьезное изменение рынка долевого строительства. Требования к застройщикам будут гораздо жестче. Им придется вкладывать в стройку больше собственных средств. Это значит, что на плаву смогут удержаться уже не все компании. Если конкуренции станет меньше, а спрос сохранится, то здесь уже не нужно быть экспертом, чтобы понимать, что на новостройки цены точно поползут вверх. Какие же планы у тюменских застройщиков на 2018-й? И какие важные объекты у нас были введены в 2017-м? Об этом шла речь на ежегодном рождественском саммите. Школа на полторы тысячи учащихся во втором восточном микрорайоне. Два новых участка Тюменской набережной, здание музейного комплекса имени Словцова. Развязки на Пермяково-Федюнинского, обездной дороге и улице Тополиной, путепровод через Туру на улице Мельникайте – это далеко не весь список того, что успели сделать в 2017-м. Строители подвели итоги и наметили планы на будущее. Социальные проекты на особом контроле. В 2018-м финишируют важные для города объекты. Сдать еще одну школу на 1200 учащихся в Минске 1 сентября – это Ямальский 2-й микрорайон. Мы должны с вами сдать детский садик в Тюменском 2-м микрорайоне. Детский сад строится в Заречном микрорайоне, фирма «Бусника». Детский сад в микрорайоне, в районе улиц Бориса Житкова – Линейная. И у нас детский сад строится в районе нового микрорайона «Новопатрушевский»-3 «Богатыря». И тут уже на дистанцию выходят застройщики. К концу 2018-го они обещают сдать 1 миллион 250 тысяч квадратных метров жилья. Одни с привлечением заемных денег, другим держаться на плаву, пока поможет долевое строительство. Но этот поток кислорода уже через пару лет перекроют. Готовы или не готовы, тут уже не приходится обсуждать, но у нас есть время подготовиться. Все-таки регулятор дал возможность плавного перехода, у нас есть время, и эти изменения потихонечку уже внедряются. Поэтому те компании, которые строят всерьез, которые пришли на рынок надолго, я думаю, что они переживут эти изменения. Иностранные коллеги из Латвии уверены, не всегда нужно строить. Реконструкция – эта ниша во многих российских городах все еще свободна. Почему люди едут смотреть? Не потому что новая строительство, а потому что много старых зданий, которые помнят историю. И тоже, я вчера смотрел ваш город, там такая прекрасная баня круглая. Надо его переделать. Может быть, не знаю, не баня, может быть, лофт, может быть, офис, может быть, что-то стильное там можно делать. Прислушаются ли тюменские девелоперы к совету, покажет время. А пока строительный марафон в регионе продолжается. Значит, будем расти и развиваться. К слову, об отмене долевого строительства. Глава Минстроя заявил, что дорожная карта по переходу к другим формам финансирования уже утверждена. Для начала нужно ввести изменения в действующее законодательство, подготовить нормативные документы, сформировать новые подходы к кредитованию застройщика и целый ряд других действий. В общем, оставить долевку в прошлом мы будем готовы не раньше, чем через три года. Иным станет и рынок ИЖС. Если вы решитесь построить свой дом, стоит знать, что он не должен быть выше 20 метров. Это три этажа максимум. И никаких квартир и блок-секции. Далее площадь. Если она до 500 квадратов, то достаточно уведомить органы местного самоуправления о планируемом строительстве, а затем о его завершении. А если больше, то в этом случае будет уже проводиться экспертиза, оформляться разрешение на стройку и ввод в эксплуатацию. Не забываем и про земельный участок, на котором планируем строиться, точнее, о его межевании. И здесь тоже вводятся новые правила игры. Обсудим их с экспертом. Игорь Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для начала напомним, что же такое межевание и для чего его нужно проводить. Каждый объект имеет свои характеристики. Вот для земельных участков межевание – это как раз та процедура, которая позволяет нам установить характеристики земельного участка. Какие именно? В первую очередь, это его точная площадь и точные границы, а именно точки, которые определяют местоположение, где именно оканчиваются и где именно начинаются границы того или иного земельного участка. Кому все-таки это больше нужно знать? Границы участка собственнику, муниципальным властям, государству, соседям, чтобы знали? Границы нужно знать всем. Она важна как для самого собственника, так и для других лиц. В целом, мы должны сказать, что если мы сделаем и проведем процедуру межевания, это для собственника, первое, исключит любые споры, которые могут возникнуть с иными смежными правообладателями. Посягательство на его собственные. Да, почему? Потому что когда проводятся процедуры межевания, там обязательно идет согласование границ со смежными правообладателями, то есть с теми лицами, которые находятся рядом, с соседями, если мы так привыкли с вами говорить. Поэтому, если каждый знает, где именно и в каких пределах его собственность, то в любом случае он, а, не нарушает прав других лиц, и, б, он обеспечивает, что не нарушаются его собственные права. Поэтому здесь все обоюдно. Межевание станет в обязательном порядке. То есть это действительно так? Всех ли обязуют делать межевание земельных участков? Здесь следует, я бы предложил, да, говорить о нескольких вещах. Стоит понимать, что, к примеру, если сегодня вы захотите образовать земельный участок, что понимается под образованием? Это разделить, соответственно, соединить его с иным участком, сделать перераспределение, то здесь в любом случае предполагается необходимость проведения межевания. Но я думаю, понятно, почему. Почему? Потому что если из одного образуются два, то мы, опять же, должны понимать, какие участки в пределах каких границ они образуются. Вот. Если же речь идет о так называемых ранее возникших правах на земельные участки и ранее учтенных земельных участков, это, как правило, земельные участки предназначены для ведения дачного хозяйства, для индивидуального жилищного строительства, то здесь у нас могут быть так называемые земельные участки, которые относятся к категории ранее учтенных. Соответственно, они имеют площадь, которая указана в соответствии с их правоохранительными документами, права у них зарегистрированы, кадастровый номер присвоен. То есть это означает, что есть все характеристики, которые подтверждают, что лицо является собственником и у него в праве находится конкретный земельный участок. Но вот границы этого земельного участка, они не уточнены. Так вот, поэтому для этой категории лиц такого требования обязательного проведения с каким-либо сроком законодательство на сегодняшний день не содержит о регистрации, равно как и не вступает данных норм с 2018 года. Но вместе с тем мы здесь должны понимать ту важность межевания, о которой мы с вами говорили, что межевание, если оно проведено, оно позволяет исключить любые споры, которые могут возникать с соседями, а следовательно исключить возможность того, что либо незаконно будут пользоваться землей самого лица, либо он может случиться так, что будет занимать ту площадь земельного участка, которая ему не принадлежит. Ситуации могут быть разные, в том числе в силу так называемых исторически сложившихся взаимоотношений между лицами, поскольку в определенный момент так договорились. По-соседски. Да, по-соседски, и это было так удобно. Вместе с тем, в соответствии с правоустанавливающими документами, это может быть не совсем так, да, то есть именно по площади, по границе. Ну а продать, подарить, купить земельный участок, на котором не была проведена процедура межевания, это будет возможно? Возможно. Как сегодня возможно, так и... То есть здесь никаких ограничений? То есть здесь никаких ограничений... В 2018 году точно так же будет возможно, то есть совершать сделки по продаже, обмену, дарению. Ну, любые сделки, которые предполагают переход права, они не будут предполагать для данной категории именно земельных участков обязательно наличие межевания и процедуры. То есть в настоящее время законодательство каких-либо ограничений в этой части не содержит. Давайте подведем итог сегодняшней беседы. Может быть, какие-то советы дадите телезрителям, у которых есть земельные участки, которые еще не провели процедуру межевания? Ну, стоит лишь только еще раз сказать, что процедура межевания является добровольным, но вместе с тем наличие межевания позволяет быть спокойным за то, что именно вы используете, что принадлежит вам на праве собственности, а следовательно, имеете ли вы право на то, что у вас сейчас находится, и главное, чтобы никто другой не использовал вашу часть земельного участка. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Но вернемся в город к новостройкам и к аварийным домам, вернее, к сносу последних и возведению на их месте новых. Именно в этом суть программы по развитию застроенных территорий, которую реализуют в Тюмени. Сейчас заключены договоры на 16 участков, в основном с одноэтажными строениями. Один из них на пересечении улиц Парковая и Амурская. Здесь под снос 3 гектара. Это 13 одноэтажных построек. Четыре снесли еще два года назад, и на их месте уже выросла многоэтажка на 10 тысяч квадратных метров жилья. К ней будет пристраиваться четвертая очередь. Туда будет пристраиваться вторая очередь, так же, как в Торцов. И так они все пойдут одно за одно. Внутри весь двор будет здесь. Планировка здесь красивая получилась. Вот как видите, мы сейчас сделали детскую площадку. С людьми, которые здесь были, вопрос отселения был решен быстро, я могу сразу сказать. То есть людей переселили отсюда, мы переселили их. На интернациональную часть переселили. Будем быть, ясно, на московский тракт. Всего на этом участке застройщик планирует сдать 33 тысячи квадратных метров жилья. Если говорить в целом по городу, то по программе развития застроенных территорий в Тюмени появится около 1 миллиона 300 тысяч квадратов. Новую жизнь вдыхают не только в старые дома. Неузнаваемыми становятся и городские лесопарки, к примеру, Гилевская роща. Сейчас там идет второй этап благоустройства. Огромная работа проводится вдоль ручья. Здесь строят дорожки для прогулок. Ниже будет и лыжная трасса служить вдоль ручья. То есть 2 километра в одну сторону, 2 километра в другую сторону. То есть изначально при первом этапе благоустройства данный вид работы не был предусмотрен. Но во время благоустройства мы поняли, что нижнюю часть ручья тоже нужно задействовать. Красивый пейзаж и трасса лыжная замечательная. На данный момент вы как бы видели, что уже приступили к упреплению русла. Планируется сейчас уже сделано около 600 квадратных метров. И будет до конца года сделано 1800 квадратных метров. Для этих целей дорожники используют габионы, оцинкованные сети из проволоки, наполненные камнями. Покрытие самой дорожки будет грунтовое, чтобы не царапались лыжи. Для пешеходов оборудуют спуски, ступени с перилами. До конца марта в Гилевской роще также появятся две теплые раздевалки. 24 велопарковки по 10 мест каждая благоустроит и берег озера Кривое. Это все, что мы успели рассказать. Если у вас есть к нам вопросы, пишите на электронную почту. Ее адрес новостройка.собака.сибинформбюро.ру Принимаем сообщение мы по телефону 688-946. Напомню, все выпуски программы можно найти на канале Тюмин Тайм в Ютубе и на нашем официальном сайте. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова